МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автомобильный автопилот. Гугл готовит революцию транспорта. Новый видеофильтр. Программа, которая делает невидимое видимым. Стереокино. Уникальные технологии украинских кинематографистов. Таковы сегодня наши главные темы. С вами программа ИТОГО о технологиях, которые могут повлиять на ваш бизнес, а также о тех, которые просто интересны. Конечно, далеко не всем компаниям суждено выйти на ту стадию развития, когда помимо востребованного продукта они могут позволить себе регулярно генерировать сенсационные новости. Одним для пиар-компании не хватает средств, другим достойных разработок. Но вот Гугл сегодня имеет и то, и другое. И всегда, будучи на слуху, Стаб, что называется настоящим ньюсмейкером, играет на усиление и без того прочные позиции США на международной арене. Вот и снова на ежегодной пресс-конференции в американском городке Сан-Вали и председатель Совета директоров компании Эрик Шмидт заинтриговал публику, заявив о грандиозном новшестве, внедрение которого призвано изменить всю концепцию автомобильного транспорта, а значит, и привычный уклад городской жизни. Идею давно высказывали фантасты. Водитель, как и лётчик, должен иметь возможность включить автопилот. Сегодня, когда даже в законопослушных штатах Америки по вине пьяных водителей ежегодно происходит 35 тысяч ДТП с летальным исходом, необходимость внедрения этой фантастической технологии становится очевидной. Более того, Гугл работает над этим давно и успешно. Чем скорее мы научим автомобиле управляться на дороге самостоятельно, заявил Эрик Шмидт, тем больше жизней мы спасём. И добавил, передвижение на автомобиле с включённым автопилотом станет превалирующим режимом езды ещё при нашей жизни. Вот такую Toyota Prius с мало кому понятным тогда устройством на крыше в 2009-м засняли около Сан-Франциско-американские блогеры и опубликовали видео на Facebook. На то время проект по самоуправляемому автомобилю был засекречен. Лишь спустя год, в 2010-м, Гугл опубликовал подробности. Мир услышал о том, что новая навигационная система позволила автомобилю проехать 200 тысяч миль без участия человека. К тому времени такого расстояния не проходил ещё ни один из известных прототипов самоуправляемых авто. К тому же система обеспечивала полную безопасность даже на запруженных магистралях. Единственное происшествие на дороге случилось по вине постороннего водителя, который помял оборудованным автопилотом Prius задний бампер. Это, наверное, самый лучший проезд в моей жизни, говорит Стив Меган. Один из испытателей новинки, которому удалось снова идти за руль, несмотря на серьёзные проблемы со зрением. Автопилоты Google используют сразу несколько технологий, авторство на которые принадлежит компании. Уже есть прототипы, способные, по словам инженеров, обставить в уличной гонке даже опытного водителя. Впрочем, ради повышения уровня безопасности системы оборудованы кнопкой «отключить». В любой момент человек, конечно же, может принять управление на себя. С приходом кино и видеотехники человек обрёл не только новый развлекательный аттракцион, но и прекрасный инструментарий для проведения научных наблюдений. Скажем, скоростная съёмка, почему-то в быту мы привыкли называть её замедленной, подарила нам возможность детально рассматривать процессы, длящиеся доли секунды. Новая технология обработки видео, представленная на летней конференции по компьютерной графике Сигрев, подарила нам ещё больше возможностей понаблюдать за невидимым. Посмотрим-ка. Это новая компьютерная программа. Фильтр, предназначенный для обработки видео от снятого терпеливо наблюдающей за объектом с тактичной камерой. После фильтрации на видео становятся заметны невидимые глазу изменения объекта. Но это уже не просто сжатое на экране время. Программа даёт возможность выборки событий, повторяющихся с той или иной частотой. Таким образом, плавно изменяя частоту фильтра, мы берём в кадр или отфильтровываем из него те или иные изменения. Меняя как бы полосу наблюдения, можно сделать хорошо заметными то пульс, то дыхание, то периодические покраснения кожи от прилива крови, то вибрацию гитарной струны. Диапазон выборки частот впечатляет. Фильтр позволяет усилить и сделать видимыми даже изменения, которые произошли в кадре всего однажды. Программа работает в реальном времени, отображая на экране два превью, исходное видео и его отфильтрованную версию. Изобретению, несомненно, будут рады медики. Без дорогостоящей аппаратуры видеофильтр позволит отслеживать малейшие изменения в состоянии пациента. В домашних же условиях с помощью такой видеофильтрации можно будет проследить за дыханием спящего младенца или просто понаблюдать за воздействием атмосферы на вещи. Впервые стереофотография была представлена публике ещё в середине 19 века. Глядя на лист фотобумаги, человек начинал распознавать в нём глубину пространства, видеть натуральный объём, присущий лишь окружающей реальности. Впоследствии с приходом в нашу жизнь кинематографа к плоскому киноэкрану тоже поспешили добавить недостающие третьи измерения, и произошло это в конце всё того же насыщенного 19-го столетия. Итак, 3D сегодня — это и наука, и инженерия, и искусство, и реклама. Ну и что, что знаменитый аватар в изумительном стерео снял всё-таки Кэмерон? Как оказалось, вклад украинских специалистов в развитие индустрии стереоизображений тоже огромен. Правда, мало кто об этом знает. Окей, попытаемся это исправить. Очарование настоящего качественного стерео, которое сегодня делают украинские кинематографисты, средствами нынешнего традиционного телевидения удастся передать разве что на словах. Впрочем, тема обязывает, ведь количество кинозалов с возможностью просмотра стереофильмов в стране растёт, равно как и количество телевизоров, а вместе с ними фотокамер, смартфонов и планшетов. 3D уже не только в кинотеатре, но и дома. Все ведущие кинопроизводители Голливуда на сегодняшний момент выпускают фильмы обязательно с вариантом премьеры в 3D. Статистика показывает, что бокс-офис фильма с вариантом 3D в 4 раза больше, чем бокс-офис фильма без варианта 3D. Так чем же привлекает нас стерео? Да тем, что мир, проецируемый на плоскость, обретает своё утраченное третье измерение. Предметы объёмной перспективы глубока, перед глазами уже не картинка, а пространство. Если любой человек поднесёт достаточно близко к себе палец, он увидит свой палец правым глазом чуть правее по ракурсу, левым чуть левее. А мозг дальше, как процессор, складывает это в некое объёмное изображение. Для того, чтобы это попытаться превратить в объёмное изображение на экране, мы должны попытаться обмануть мозг. С конца 19 века и до ныне принцип такого обмана остаётся неизменен. Имитируя бинокулярность человеческого зрения, стереокино или стереофото снимают двумя камерами. Если при последующем просмотре изображение левой камеры, то есть снятое с левого ракурса, зритель видит соответственно левым, а изображение правой камеры, то есть снятое с правого ракурса правым глазом на экране вместо плоской картинки перед ним открывается мир в объёме. Качество результата, то есть иллюзорного объёма на киноэкране зависело при съёмке от синхронности работы камер, одинаковости их параметров, филигранно выверенного их положения относительно друг друга, а во время просмотра от идеальности воспроизведения перечисленных условий, мало кто знает, лучшими в этом направлении киноискусства были признаны разработки советских специалистов. Перешли на 65-миллиметровую плёнку, где кадр разрезался тоже пополам, и получался точно два кадра 35-миллиметровой плёнки. В 76-м году было всемирное тестирование вот этих систем стереокинематографа в городе Барселона, в Испании. Было признано, что система стерео-70 более удачна, чем система Аймакс. Приход цифровой техники подарил новые возможности. Да только хорошая школа и унаследованный инженерный гений позволил отечественным кинематографистам добиться такого качества стереосъёмок, которому позавидуют даже заокеанские коллеги, до сих пор вынуждены пользоваться громоздкими системами. У нас есть семейство скворцов, кормящее своих детей. То есть мы в состоянии снимать такого плана изображения только потому, что у нас компактный мобильный комплект. Спрос на видеоконтент в формате стерео сегодня огромен. Как широкие перспективы освоенных в Украине кинотехнологий. И учесть это следует тем, кто умеет инвестировать в будущее. Сегодня в развитии индустрии стереоизображений тоже можно усмотреть лишь обновление инструмента влияния. Вот только критики новых технологий забывают главное. Всё зависит от того, в чьих руках технологии оказались. С вами был Олег Печенник и программа Итого. До скорого. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok